Семь раз подумай, один раз выстрели. Пожалуй, главное правило в стрельбе из лука. Ну, наверное, каждый ребенок выбирает для себя какое-то занятие, какую-то секцию. И, наверное, видя какой-то список видов спорта, выбирает почему-то именно наш вид спорта. Может быть, смотрит какие-то фильмы каких-то героев, Робин Гуд и так далее. И выбирает такой вид спорта. Лучный спорт укрепляет мышечный корсет, воспитывает в человеке спокойствие, выдержку, самообладание. Набор детей в секции проходит с 10-11 лет. Если приходит изначально новичок, это все начинается, конечно же, с обучения техники безопасности. Что стоит, что не стоит делать на тренировке. Затем, что нужно разминать, какие мышцы, разминка. И в дальнейшем обучение техники, то есть подводящие упражнения и непосредственно работа с луком. То есть как его держать, как его растягивать, как правильно прицеливаться и как производится выстрел. Уже на первом занятии можно совершить свой первый выстрел. Тренировки минимум три раза в неделю. Зимой больше внимания уделяется силовым качествам спортсмена. А вот как выглядит сам лук. У лука есть средняя часть, это рукоятка, плечи у лука, цитива. И система стабилизаторов, которая помогает нам сбалансировать выстрел, удалить вибрацию. Прицел, цельная планка, мушка, стрела. Она накладывается здесь на специальную полочку, которая удерживается. И кликер, который помогает регулировать натяжение лука. Карина с 12 лет в лучном спорте. Сейчас активно готовится к соревнованиям. Тренировки 5-6 дней в неделю и каждый день минимум 120-140 выстрелов, чтобы не терять форму. Мне просто стало интересно, что это за спорт. Я пришла, потренировалась, мне дали сразу лук и стрелы. Мне сразу стало интересно, как это захотелось попасть лучше, захотелось сделать выстрел лучше. Ну и я решила походить еще. И потом меня вообще затянуло. И я осталась в спорте. Стала тренироваться еще сильнее, упорнее. Потом начал появляться результат. Ну и постепенно, постепенно, с разряд на разряд на мастер спорта. В свои 16 лет она уже победительница спартакиады «Олимпийские дни молодежи». Участница первенства Европы по стрельбе из лука. А в июле Карина отправится на этап Кубка Европы в Хорватию. Родители относятся спокойно, смотрят на это, наоборот, даже с уважением. Когда видят, что у меня есть результат, они наоборот радуются за меня. То есть как подвадривают, вдохновляют. Ну а знакомые сначала просто офигевают. Такие, типа, что? Ну и сразу начинаются типичные вопросы. А как это стрелять? А сколько это стоит? А сколько лет ты занимаешься? То есть, ну, ничего такого необычного. Стать настоящим лучником может каждый. Возраст здесь не играет решающей роли. И даже если вы не станете профессиональным спортсменом, как минимум овладеете эффектным хобби.